Не перестаю удивляться нашему народу, хранителю полезных знаний. Так это ж у нас на клеточном уровне, ты понимаешь? А это ты о чём? Это я о ДНК. О ДНК. Да, да, да. Кстати, именно 4 февраля в 1944 году учёные доказали, что именно ДНК носитель наследственной информации. Между прочим, с её помощью можно не только устанавливать родственную связь, но и раскрывать самые сложные преступления на вооружении тюменских полицейских, например, уже несколько лет стоит генетическая лаборатория. Тем более ДНК исследований в судебной экспертизе – это самое надёжное доказательство. О том, как и по каким клеткам ищут правду в сюжете Людмилы Чепурных. Вместо полицейских мундиров – белые халаты. Их работа – раскрывать преступления на молекулярном уровне. В течение жизни он остаётся неизменен до самого конца, что называется, и идентифицировать его можно в любом состоянии. То есть я сейчас имею в виду, что можно идентифицировать как у живых личностей, так и у мёртвых. То есть я имею в виду идентификацию по костным останкам. На смену отпечаткам пальцев пришли биологические улики. Эти следы в буквальном смысле – из пота и крови. Судя по количеству дверей в лаборатории, можно представить, сколько этапов проходит исследование ДНК. Причём специфика работы такова, что специалист из одного отсека в другой не может перейти в одном и том же халате и в одной и той же паре перчаток. Ведь ДНК – вещество летучее и содержится практически во всём – в коже, в слюне и даже в волосах. Это как своеобразный биопаспорт, только в отличие от обычного его невозможно подделать или заменить. Геномную регистрацию теперь проходят все заключённые, у которых заканчивается срок наказания. Того требует федеральный закон. В первую очередь образцы берут у насильников и педофилов. Если они ещё когда-нибудь пойдут на рецидив, доказать вину будет делом техники. Причём экспертиза позволит раскрыть тяжкие преступления прошлых лет. В настоящее время, да, нам приходят на исследование объекты, изъятые 20-25 лет назад. Мы принимаем все меры и все реактивы для того, чтобы выделить ДНК-профиль и впоследствии использовать его для дальнейшего расследования. ДНК-анализ может делаться от нескольких часов до нескольких дней. Следы преступления исследуют не люди, а компьютерные программы. Оборудование даёт абсолютно объективные результаты. Человеческий фактор здесь присущ, конечно, но в принципе ошибок здесь недопустимо 99,99%. За два года в Тюмени уже создана своя база данных. Плюс к этому информация поступает и в общефедеральную. Данными могут воспользоваться криминалисты из любого города. Тем самым геномная регистрация подтверждает или избавляет от необоснованных подозрений на всю оставшуюся жизнь. Только в пробирках образцы хранятся 70 лет, а у электронных данных и вовсе нет срока давности. Людмила Чепурных, Владимир Кондратьев. Тюменское время.